Нижегородская ярмарка стала столицей секонд-хенда. С одной стороны, неплохо. Секонд-хенд товар, имеющий своего покупателя. Но можно взглянуть и с другой стороны. Ярмарку называют «жемчужиной Нижнего Новгорода». Сотни лет истории. Именно благодаря ей наш город и заслужил звание «Кармана России» и «Третьей столицы». Ярмарку посещал каждый президент России. К чемпионату мира по футболу сделали реконструкцию. Открыли музей «Россия и моя история». И вот в таком вот месте начинают продавать, простите уж, обноски из Европы. Очень нормально. Очень хорошо. Сначала зря пустует пыль. Все хорошее на Нижегородской ярмарке. Я пустая, не уйду. Я считаю, что это некрасиво. Мы чего только не пережили. И теперь с Европы старая вещь. Обидно за державу. Сейчас к нам приедут болельщики. Будут ходить по историческим местам. И увидят там этот магазин дешевой одежды. Вот я против категорических таких вещей. Стыдно и неприлично. Но это неправильно. Исторические места должны оставаться историческими. Ну, все берем с Запада. Не надо на Западе брать ничего. Ни копейки. Все свое. Все свое должно быть. И пусть эту ярмарку закроют. Почистят и вновь откроют нашими русскими товарами. Ну, исторический центр – это исторический центр. Туда приходят за историей. А сюда приходят за вещами. Одно другому не мешает. Я считаю, что это не очень. Это ярмарка. У нее другое направление. Вот. А не продавать старую одежду. Я не вижу никакой проблемы. Как-то относиться к этому направлению. Какой-то предвзятостью. Хотя это дело лично каждого человека. Это секонд-хенд. Вещи бэушные. А тут история наша вроде как. Нашу историю пачкают бэушными вещами. Если мы говорим о главном ярмарочном доме и вообще территории ярмарки в целом, то сейчас это более уже исторический памятник. Культурно-исторический памятник. И надеюсь, что в дальнейшем, конечно, ярмарка будет играть в большую культурную роль, просветительскую роль в жизни нашего города. Потому что, ну, торговых центров у нас и так достаточно в городе. Нет ощущения гордости за ярмарку. А уж если секонд-хенд открывают на территории ярмарки. Нижегородская ярмарка с 2004 года является, кстати, членом Всемирной ассоциации выставочной индустрии, как выставочный комплекс мирового уровня. Как столь высокое звание сочетается с секонд-хендом, ну, пусть, предположим, большим и хорошим, нам прояснить не смогли. Руководители ярмарки здесь ничего необычного не видят. Кстати, перед Новым годом на Нижегородской ярмарке были развернуты палатки, в которых велась активная торговля поддельной красной икрой. Искусственную икру фасовали в железные банки и под видом натуральной продавали людям. Цена была ниже, чем в магазинах, и ее активно раскупали с прицелом на новогодний стол.